Вау! Всем привет! С вами Владислав Фокин и я веду свой блог о жизни. Сегодня будет обзор на пиццу из гипермаркет-лента. Лентовская. По моим ощущениям это будет не очень вкусно, так как это стоило 150 рублей. За 150 рублей, наверное, многого требовать не стоит. Но с другой стороны, смотрите, они тут пишут, лента, товары высокого качества, пицца пепперони. Если это будет невкусно, если это будет даже приближенно не похоже на пиццу, то не пишите, что это пицца. Напишите, что это не настоящая пицца, а какая-нибудь херня. Это, знаете, это как вот с настоящим молоком. Когда, если молоко не настоящее, то это молочный продукт или там молока нету, то тоже молочный продукт, если сыр не сыр, а сырный продукт. И тут напишите, что-то не пицца, а фигня. На данном таке приготовление есть два варианта. Приготовиться в источной печи или в духовке. Я хочу приготовить в духовке при 180 градусах 8-10 минут. Состав тут вообще е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Даже пересчитывать не хочу. Сейчас я поставлю плиту, включу газовую плиту, пускай она подразогреется, и засуну туда уже пиццу. И скоро я включусь и будем с вами пробовать и дегустировать, насколько эта пицца будет вкусная или будет не очень, или такое себе. Я тут оделся, кстати, крось его, это же обзорчик, поэтому, думаю, надо одеть рубашечку, брючки, поэтому с меня будет просто сейчас суперский и наилучший обзорчик среди ютаба. Виталий покашеварим, извини, ну и вдруг Олег Обломов тоже как-то сюда попадет, тоже извините, ребят, но пора вам делать и составлять конкуренции. Раскрываю упаковочку, посмотрим, как пицца это выглядит. Упаковочка, как вот интересно ее надо раскрывать-то. Скорее всего, вот так тут, по ходу, по ходу дела вот так тут. Вау, сколько тут колбасы, вау! Слушайте, тут даже сыр норм. Но, похоже ли это на колбаску? Ту, которая вот тут вот. Вообще, как вам сравнение? Конечно, что понятно, всегда на картинках просто вау, а по факту такое полная последность, посредство. Приготовить я, кстати, хочу еще в сковородке. У меня еще есть некий вопрос, нужно ли сковородку как-то это маслицем смазать или не надо? Ну, пицца ничем не пахнет. Хотя, опять же, я же говорю, этой пиццей называть, наверное, нельзя. Вот я попробую и колбаска вся тут сваливается. Все, отправляем на 8-10 минут. Через 8-10 минут я включусь. Прошло 10 минут, я достал, посмотрел. 10 минут мало. Надо, чтобы еще, наверное, минут 5 постояло. Фиг знает. Может, что есть еще побольше. Там даже сыр не расплавился до сих пор. Пускай стоит еще. Не стал я рисковать больше и дольше ее готовить, потому что боялся, что все на фиг пригорит. Ну что, как скажете? Похоже? Пицца. Сейчас буду ее разрезать и пробовать. Надо немножко, наверное, подождать, чтобы еще подостыло. Не понимаю. Она вроде не разрезана или разрезана? Я что-то понять не... Не, она... Слушайте, она разрезана на кусочки? Похоже, она разрезана на кусочки. Или нет? Не понимаю. Блин, я сейчас заляпаюсь, конечно. Я в такую красоту одет. Я, кстати, думаю, то, что кусочки колбаски сместились, скорее всего. Они неравномерно лежат. Где-то больше, где-то меньше. Да все, блин, все, что там. Ай. Если честно, по вкусу вообще непонятно, что ты ешь. Будто... Будто ты ешь ровным счетом ничего. Вот слово пицца тут точно не подходит. Это пиццей назвать нельзя. За 150 рублей лучше взять батоны сосисками. И будет гораздо вкуснее и лучше. Можно даже на какой-то соус хватит. Или немножко добавить денег и купить завороженную пиццу от какой-либо другой компании. Но вот лентовская пицца за 157 рублей... Это... Это невкусно. Это вообще ничего. То, что ты ешь, ты не понимаешь. Тесто. Фигня. Колбаса. Не чувствуется. Тут типа даже какие-то типа шепиньоны, наверное. Они тоже не чувствуются. Сыр. Не чувствуется. Какой-то соус томатный. Что-то томатное, да, есть, но... Не... Вообще... У меня даже, я не знаю, у меня... У меня серьезных слов нет. Это полная фиаско. Это невкусно. Это просто ничто. Ты ешь непонятно что. Вообще в организме не вызывается... Вкусовые рецепторы твои вообще никак не реагируют. Возможно, кто-то, если брал когда-либо от ленты пиццу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам пицца от лента. Если у вас посещали такие мысли, взять, попробовать пиццу от ленты, я вам этого сделать не рекомендую. Это полная фигня. Это полная гэн. Это есть. Нельзя. Не стоит. Невозможно. Даже казалось бы 157 рублей, это не стоит 157 рублей. Я там, у меня еще и сырная пицца. Хочу отдельно тоже попробовать приготовить, чтобы отдельный видос был. Если вам будет интересно такое видосы, увидите, пишите в комментариях, может сырная пицца гораздо будет вкуснее. Там типа пицца 4 сыра называется. Но пицца пепперони от гипермаркет-лента не стоит своих денег. Не стоит ее брать, покупать. Я вас попрошу, пожалуйста, поставить лайкусик, написать комментарий, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмякнуть колокольчик, если колокольчик у вас не прожат. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего. Вашим близким чаще улыбайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok